Довольны результатом, знали, что будет непростая игра, и команда хозяев набрала хороший ход и хорошую серию результативную. Поэтому опытная команда, которая старается играть в современном футболе, понимали хорошо, что будет непростая игра, поэтому очень рады трём очкам выиграть. Дякую, коллеги, питания. Артём Александрович, в игре один вопрос, можно было что-нибудь сделать, чтобы концовка матча была менее нервной? Нехватка опыта. Во-вторых, играли интенсивно достаточно первую часть игры, поэтому энергозатратно хотелось бы большее преимущество получать, тратя столько сил. Были возможности всё увеличить, поэтому здесь тоже крылось. Один гол всё-таки против такой опытной команды, где есть исполнители, которые могут лишить эпизод, конечно, небольшой зазор. Но, опять же, больше хотелось, наверное, сохранить счёт, где-то упростили игру, и поэтому такая получилась игра с наличием моментов у двух команд. Поэтому хотелось, конечно, исправить, не сбиваться на упрощённый футбол, а продолжать играть то, что играли в первом тайме. Спасибо. Спасибо. У вас два новых игроков, скажем так, Реанович и Калачёв. Расскажите о них, каким образом их использовался в дальнейшем? Калачёв редактировал, кстати? Да, вышел. Но, опять же, есть у нас проблема в позиции центрального защитника. Я, Бултарушевич, получил травму, он до конца сезона Губу, поэтому искали футболистов, которые согласятся на наши финансовые условия, даже с нашей философией. Мы надеемся, что она есть. Вот, поэтому здесь, опять же, среди белорусов немного ребят молодых, которые в позиции центральных защитников, которые доступны на сегодняшний день. Поэтому решили его пригласить, и парень прошёл хорошую школу московского динамо, он играл за вторую команду и проиграл в ФНЛ достаточно, поэтому достаточно опытный, квалифицированный футболист. Мы рады, что у нас в команде и по Кириллу, Юра покинул Козырен. Мы искали замену. В принципе, достаточно похожие характеристики они имеют, поэтому хорошо, что Беларусь. Я считаю, что потенциал он еще свой не реализовал до сих пор. Мы надеемся на то, что он будет быстро прогрессировать у нас в команде. И поможет команде, и мы сможем помочь футболистов в первую очередь. Сегодня была пятнадцатая игра сезона. Победите, пожалуйста, итог первого круга. Какие планы вы будете? У нас одни планы всегда, я постоянно это повторяю. Улучшать игру, развивать футболистов, пытаться более содержательный футбол играть, ставить перед ребятами с каждым этапом чуть-чуть более сложные задачи, чтобы они росли для футболистов. Потому что команда молодая, сами опытных ребят не много. Те ребята, которые даже среднего возраста у нас есть, 23-24 года, они не так много играли в прежних своих клубах. То есть там тоже есть еще потенциал и можно еще развиваться. Поэтому это наша основная любовь. Учитывая одну из лидерских позиций в чемпионате вашего клуба, не думаете ли вы одну из задач поставить за воеванием медали? Я бы не стал на этом акцентировать. Если мы будем иметь хороших футболистов, если ребята продолжат прогрессировать, и если мы будем развиваться как команда, наверное, задача это решиться сама собой. Можно сделать, ну, у нас сегодня такая в игре была мини-модель сезона, можно упростить игру, побороться за результат, но его можно получить, а можно нет. А время мы потратим впустую, чтобы ребята, если они будут делать только то, что умеют, они не будут развиваться. Задачи, у нас задачи более глобальные, мы должны помочь футболистам выйти на новый уровень. Они помогут нам побороться как команде за что-то, я такую лодку преследую. А как получится, мы посмотрим на это. Спасибо.